В последнее время в наших внутриредакционных беседах начала слишком уж часто всплывать тема работы с комментариями, негативного и позитивного фидбэка и работы с нашей аудиторией. В итоге все это вылилось в идею создать интервью, посвященное работе с этим самым фидбэком и с комментариями. Ну и, как вы понимаете, к кому я еще могла обратиться за разъяснением этого, несомненно, важного для каждого автора вопроса. Сегодня у нас в гостях, ну или, если быть точнее, дома, журналист и депутат Сергей Мартий Кугугин. Мартин, давай начнем-то сначала. Расскажи, пожалуйста, когда ты и при каких обстоятельствах столкнулся впервые с негативными откликами в интернете и какова была твоя на них реакция? Собственно, практически сразу, как появился в интернете, то есть год, наверное, 2002, начал общаться на форуме, начал высказывать свои какие-то мысли, естественно, сразу получил негативную реакцию. Раньше был такой диалап на интернет, плюс я работал там, где интернета не было, поэтому я обычно с утра что-то писал, а потом приходил вечером, отвечал. А в течение дня я в голове дискутировал с этими людьми, составлял ответы, приходил, и вот эти гневные комментарии как бы все отбивал. Вот так все происходило. Прям заранее составлял ответ, текст. Ну, конечно, да, обтачивал формулировки, что-то по-серьезному. Андрей, как я понимаю, все равно, как ты развивался, как личность, как автор, и все-таки твоя реакция на негативный фидвейк каким-то образом изменялась со временем. Вот меня сейчас интересует твоя история вот этого самоанализа, этого рефлексия. Как менялась реакция, к чему ты вот пришел в итоге? Ну, сначала я пытался черпать мудрость опять же из интернета, потому что есть же всякие там, как это, практики, да, раскачивания дзена, как реагировать на негативный комментарий. Там одна из практик, например, то есть ты пишешь ответ на комментарий большой, красивый, там, полноценный, а потом просто крестиком окно закрываешь. То есть вроде бы как и написал, и в то же время не устроил эскалацию. И со временем я пришел к выводу, что эта практика не работает, потому что все равно продолжаешь отвечать на комментарии, все равно продолжаешь эмоционально на это все дело реагировать. И не так давно, буквально, вот, наверное, месяца два или три назад, мне пришло такое состояние сатори, да, то есть, как японцы говорят, я наконец понял, что комментарий вообще не надо писать, не надо отвечать на негативные комментарии, которые не несут конструктивные критики. Я просто перестал это делать, потому что прикинул, как это, практичный подход. То есть, когда ты долго общаешься в интернете, ты уже понимаешь, что человек, который с тобой дискутирует, он не намерен вообще твою точку зрения принимать, и у него задача, собственно, доказать, что ты неправ. Поэтому какой смысл с ним дискутировать? Ну, то есть, ты пишешь, 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 переубедить ты его не сможешь, ты тратишь собственное время и с непонятным результатом. Поэтому я просто с практической точки зрения к этому подошел, и у меня как-то очень быстро произошел вот этот вот скачок, и теперь я практически не оставляю комментариев на те комментарии, которые мне пишут с негативной окраской, без конструктива. Ну, смотри, а вот с высоты сейчас твоего большого жизненного опыта и борьбы с негативным фидбэком, что ты можешь посоветовать начинающим авторам? Все-таки стоит ли каким-то образом отвечать на такие комментарии, и если да, то как на них отвечать, если все-таки нужно по каким-то причинам? Ну, во-первых, как было написано в одном материале, да, то есть, нужно, необходимо подготовиться к негативной оценке, потому что она в любом случае будет. Что бы ты там ни написал, там рецепт пирога ты выложил, рассказал историю, как ты съездил в Крым, там, или еще какое-то суждение, в любом случае появятся негативные комментарии. Поэтому нужно заранее себя к этому подготовить и разделять их на две части. То есть, есть конструктивная критика, когда действительно тебе делают замечания по делу, и есть огульная критика, которая просто, там, несет своей целью, там, желание тебя оскорбить и принизить, там, твои, как бы, эти, сам, твое значение. Соответственно, когда эти комментарии появятся, нужно их строго разграничить, отвечать строго на те, где действительно есть конструктив, где ты, там, допустим, принял, да, я с вами согласен, там, или нет, не согласен, или это получилось, потому что вот так. А на просто комменты, которые стремятся, там, тебе, тебя принести, ну, отвечать не надо. Ну, смотри, бывает, что, допустим, журналист, вот, но работает в каком-то определенном комьюнити, у него есть уже какая-то сложившаяся система комментаторов, некоторые сообщества, и все равно, как бы, полностью без фидбэка ты не можешь их оставлять. Люди пишут комментарии, все-таки, да, на них отвечать что-то вот нужно. Как выстраивать отношения свои, как автора, с таким контингентом, как вот, например, наши любимые олдфаги-колючки, как вот делать так, чтобы и позицию свою обозначить, есть какие-то суперприемы, может быть, твои коронные, и при этом, как бы, и свою репутацию поддержать, и ответить по факту. Но при этом не начать с какой-либо срач. Ну, вот как раз в этом и проблема, если ты ввязался в эту драку, то ты должен понимать, что как раз вот в этот момент ты формируешь негативное отношение к себе, потому что зачастую, когда ты читаешь отрицательный камень, да, ты думаешь, ну, вот сейчас люди это прочитают, и будут к тебе негативно относиться. На самом деле люди не дураки, они точно так же, как и ты, срисовывают, что этот комментарий, вот, написан человеком, да, в нервном состоянии, что он несет никакого конструктива, поэтому его просто лучше проигнорировать, и все. И отвечать на конструктивные комментарии, таким образом ты привлекаешь к себе аудиторию, которая хочет с тобой общаться и хочет воспринимать то, что ты говоришь, и, в принципе, отталкивает те, кто пишет негативные комменты, потому что для них в этот момент все-таки важно внимание. То есть, как только ты обратил на них внимание, они одержали маленькую победу, да, что ты там снизошел до них, их комментарий тебя зацепил, и ты им отвечаешь. Когда ты перестаешь это делать, они там на второй, третий, четвертый, пятый комментарий просто понимают, что это тоже бессмысленно писать тебе, ты просто-напросто не отвечаешь на это. То есть, не стоит пытаться перевоспитать комментаторов? Ну, я свято убежден, как там говорит наука-педагогика, что к 16 годам, в принципе, человек формируется полностью, как личность. Соответственно, после 16 лет пытаться с ним что-то сделать и изменить его как-то, это невозможно. И нет смысла пытаться перевоспитать аудиторию, она не перевоспитается. Нужно просто нащупать те струны, которые у вас созвучны, да, то есть, если человек думает так же, как и ты, соответственно, тебе будет проще с ним общаться и в комментариях тоже. Ну, давайте теперь порассуждаем о том, что вообще толкает людей на написание негативных комментариев. Вот ты человек, который очень много с людьми общается, возможно, как-то прошаренный уже каким-то образом психологии. Почему люди пишут негативные камеры, как ты думаешь? Я бы тоже разделил, как бы, на две части эти комментарии. То есть, иногда ты читаешь комментарий, он достаточно экспрессивно написан, негативную оценку какую-то выдает, нужно немножко выдохнуть, прочитать, и зачастую ты понимаешь, что человек либо агрессию не на тебя направлял, ну, я условно говорю, написал ты про проблему ЖКХ, да, и каким-то образом ее озвучил. И человек там вот в экспрессивных выражениях рассказывает, что какие же КХшники плохие. То есть, это негатив направлен не на тебя, просто он так экспрессивно, потому что интернет позволяет это делать, да, то есть, ты не лично там общаешься, соответственно, по лицу получить не можешь, поэтому можно писать там с применением всяких выражений. Нужно скидочку на это сделать и, как бы, на конструктив человеку ответить и, как бы, продолжить с ним беседу. А есть второй тип людей, как это, у нас город небольшой, и за, там, 10, там, с лишним уже лет, сколько я пишу там в интернете и получаю какой-то фидбэк, появилась некая закономерность. Рано или поздно я этих людей, там, либо встречаю лично, и мне говорят, что это он, либо, там, кто-то передает мне, да, либо каким-то другим способом я узнаю, кто же скрывался за этим самым ником. В подавляющем большинстве случаев, никого не хочу обидеть, но эти люди в чем-то ущербны, то есть, это либо какой-то физический недостаток, либо это недостаток, то есть, они не социализировались, то есть, не смогли, там, допустим, семью построить полноценную, либо, там, в работе себя реализовать, то есть, это человек, у которого нет, как бы, самодостаточности, то есть, он, вот, чувствует себя ущербным, поэтому он поступает, как вот в этой знаменитой басне «Слонная моська», да, раз я лаю на слона, вот, значит, я сильный, а то, что слону, как бы, по боку, это человек пропускает мимо ушей, поэтому здесь вот тоже надо, как бы, понимать, что вот такие комментарии оставляют люди, которых не все в порядке в жизни. — Мочки, понятно. Смотри, вот ты уже накидал каких-то советов для начинающих авторов, как работа с негативным фидбэком, а начинающим комментаторам в таком случае ты что можешь посоветовать? Вот человек вот никогда ничего не писал, и тут вот его прям вот подожгла прям его тема, он такой, как надо написать комментарий, вот как лучше выразить свою мысль, чтобы автор тебе ответил, и дискуссия получилась максимально конструктивной. — Ну, как бы, возвращаясь к тому, что я рассказывал ранее, человек должен задуматься, а чего я хочу добиться этим комментарием, то есть подойти с практической точки зрения. То есть, если я хочу просто негативную оценку высказать, ну, как бы, задумайся, а зачем? Ну, то есть, вот, может, от того, что ты ее выскажешь, там, автор никак не среагирует, ну, и что, ты в пустоту как бы выстрелил. Или если же ты хочешь чего-то от автора добиться, то постарайся все-таки быть вежлив и корректен, потому что вежливое общение, ну, оно как бы настраивает на позитивный лад. То есть, и ты от человека, который написал там заметку, которую ты комментируешь, получишь полноценный ответ, нежели вот поток негатива, если с той стороны находится там непрокачанный Мартин, который еще не научился работать с негативными комментариями. Я давно заметила, что именно статьи на колючке и в «Зато новостях» собирает, вообще, если по охвату Пасарова смотреть, наибольшее количество фидбэка, больше всего комментариев, отзывов, как негативных, так и позитивных. Других ресурсов, другие ресурсы, в принципе, ну, не могут этим похвастаться. Как ты думаешь, в чем причина? Вот на строках модерации или в недостаточной активности их целевой аудитории? Ну, здесь я бы все-таки, наверное, плясал от подачи. То есть, там, 10 лет назад нас считали не СМИ, а там, несерьезными ребятами, которые что-то там такое делают. И вот спустя там десяток лет выяснилось, что на самом деле блогерская подача, да, это гораздо эффективнее и интереснее для аудитории. То есть, блогеры массово потянулись и в журналистику, и на телевидении, и в интернет, и на радио они работают. Собственно, ровно в этом и причина, потому что мы подаем как бы субъективную оценку, да, свою. То есть, мы вкладываем глубокую свою личность. То есть, мы не просто там рассказываем какую-то вот новость, да, как это происходит на других сайтах. Мы рассказываем это через призму собственного восприятия. А поскольку мы добавили это восприятие, естественно, мы затрагиваем струны души у других людей, и им хочется с нами поговорить. То есть, грубо говоря, кто будет разговаривать с газетой? И остальные сайты, они как раз вот этот газетный телеграфный стиль исповедуют. Поэтому, ну, что там комментировать, да, ну, вот там, такой-то чиновник открыл дорогу там, и столько-то денег на нее было потрачено. Ноль комментариев. А когда я рассуждаю об этом, естественно, примешивается мое субъективное ощущение, и люди вот как раз на это реагируют, поэтому с нами общаются. И это очень важно как раз сейчас, когда у нас построено там цифровое общество, то есть вот этот вот моментальный фидбэк, он позволяет общаться со своей аудиторией, и это как раз наоборот нужно прокачивать, и на это нужно ориентироваться. Такой вот гон за подход провоцирует внимание и интересы публики. Да, но это не самозадача, просто действительно у нас такая форма работы, и наблюдая за этим на протяжении десятка лет, я считаю, что мы выбрали совершенно правильный путь, и вот именно он приводит к такой активности пользователей. Спасибо большое, очень было классно, очень было информативно. Я возьму на заметку несколько штучек для себя. Ну так а то, да. Будем надеяться, что люди, которые посмотрят это видео, да, тоже там как-то попробуют отодвинуть свою эмоциональную оценку и конструктивно все-таки разберут то, что мы здесь сегодня говорили. Возможно, сделают какие-то выводы для себя, ну а если не сделают, продолжайте писать гневные комментарии, нас они больше не беспокоят. Ну, как я уже сказал, для себя как для автора я из этого интервью подчеркнул несколько действительно полезных и интересных идей. Будем надеяться, что этот материал будет полезен не только мне, но и тебе, дорогой начинающий автор, аудио, видео и все, что угодно, блогер, а также журналист. Так и тебе, дорогой комментатор, который не знает, как грамотно и правильно выразить свою мысль. Пишите корректные, вежливые и интересные комментарии, и мы вам обязательно ответим.